Многие украинские радикалы выступают сейчас против мирных инициатив Киева. Правый сектор, например, формирует диверсионные бригады. Скорее всего, именно такие незаконные формирования нарушают соглашение о прекращении огня на юго-востоке и устраивают взрывы на железной дороге. Как готовят бойцов для таких подразделений, на днях показал один из украинских телеканалов. Стас Натанзон посмотрел. Хлопцы, кто мое обожание журналистов? Они не хотят общаться с журналистами, зато охотно готовы стрелять. Дмитрий Ярыш показывает съемочной группе тренировочный лагерь правого сектора. Там у нас есть стрельбище, думаю, можем отправить туда хлопцев. Пусть постреляют, вы поснимаете, гранаты покидаете. По дороге на стрельбище уже смеркается. Боевики правого сектора достают оружие. Еще несколько часов назад Ярыш говорил, оно разрешенное, охотничье. У нас броя бутрофейна. У нас оружие или трофейное, или с разрешением. Это легальные охотничьи карабины. Форд. Они только одиночными стреляют. У меня, конечно, не форд. Мне революция дала право на полноценное оружие. На стрельбище оказывается, что революция дала такое разрешение не только Ярышу. В лагере правого сектора есть и католический священник. Правда, тоже в камуфляже. Показывает свою просторную келью. Признается, рядовые бойцы живут совсем не так. А почему так тесно? Места не хватает? Это перед входом у нас так мало людей. А на блокпостах, на заданиях много. Сколько точно? Я и сам точно не знаю. Сколько под его началом бойцов, не знает и Дмитрий Ярыш. Говорит, правый сектор сейчас расползся по всей армии. Наши хлопцы есть и в батальоне Азове, и в Днепре, и в Донбассе, но и тут на базе. Правый сектор, говорят в армейских батальонах, выполняет роль комиссаров. Заодно следит за обучением, проводят которые иностранные инструкторы. Об этом прямо говорит командир наемнического батальона Донбасс, Семен Семенченко. Мы сами привлекали инструкторов, в том числе и зарубежных. Это в основном тактика малых групп. То есть то, что сейчас такую крепкую советскую школу демонстрируют все эти диверсанты. У нас школа немножко не советская, более современная, скажем так. Не советская и более современная и вооружение, на которое наемнические отряды откуда-то получают финансирование. Нам удалось найти финансирование, закупить шесть беспилотников, то есть это самолеты, они сейчас же работают на границе. Дмитрий Ярыш тоже, заявляет, украинские войска на востоке Украины становятся все сильнее. Однако на деле неудачи следуют одна за другой. После практически полного разгрома батальона Айдар, сбитых вертолетов и самолетов украинской армии и других провалов, многие добровольцы нацгвардии уходят на сторону ополченцев. Возникло прозрение и немножко начали так называемые нацики понимать, с кем они воюют, против кого они воюют, что они делают. Они начали думать о своих матерях, о своих семьях и некоторые из них уже перешли на нашу сторону. Несмотря на объявленное перемирие, стычки между враждующими сторонами продолжаются. Ведь кто в действительности контролирует разного рода добровольческие батальоны, понять уже невозможно. Стас Натанзон, Вести.